принял чайную ложечку семян зиры разновидность тмина как мы сказали запил компотом и все мартовское утро 15 марта зайка под елкой сзади дом мы отправляемся на прогулку собака наша текут ручьи во все концы тарабата это и даже пень весенний день распуститься что это сказать за то как а мы поедем он туда вот мы опять на тропе здоровье видите снег потаял стало не так красиво как было нарядно но тем не менее холода отступает речка видите протали пошли вот-вот пойдет ледоход и тем не менее мы пойдем вперед очень хороший вопрос смотрите сапель прилетел поступил очень хороший вопрос как оздоравливается без каких-то там таких вот эксцессов то есть вот смотрите я как-то давно хотел на эту тему поговорить но все не было осознание вот прямо ты вопроса а именно вот то там голодание вот люди голодают что-то им надо голодание там решить то я вегетарианец то я сыроед то еще там как-то себя назовут то я йох то я еще кто-то там вот ну конечно силу молодости все эти вещи на человека наезжает он прочитал одно прочитал другое они проще ли и не важнее ли и просто быть человеком быть человеком а все остальное ради него то есть ты человек и питаешься для того чтобы быть просто здоровым идти по пути своей 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 так будем говорить личностного роста по пути личностного роста или духовной эволюции то есть развитие должно быть любая жизнь дает тебе возможность развития и это не значит что ты вот называешься там icitали and so по сообщениям того что оооооооoоооы мои друзья мои друзья мои.. ну здравствуй 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 да sesame temati Ай, молодцы! Ой, молодцы! Ой, молодцы! Грызуки! Грызуки какие! Грызуки! Хорошие грызуки! 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 Поздоровались и хватит! Будя! Хочет, чтоб ее почесали! Хочет! Молодец, молодец! Ну давай, бежи! Так! У них своя прогулка! У нас своя прогулка! Так вот, а не проще ли быть самим собой? Все остальное для тебя! Для твоего развития, роста, там, роста духовного, профессионального, творческого, и так далее! Отношений семейных, внутри коллектива, дружеских и прочее, прочее, прочее! То есть, вот что самое главное! А не то, что ты там сыроед, йог, там, или кулачный боец, культурист, бульдебильдер, там, инженер, наушный работник! То есть, вот это имеет самое основное! И для того, чтобы оставаться в здоровом состоянии, в здоровом состоянии, поддерживать себя в здоровом состоянии, в здоровом состоянии, не надо там какие-то стороны шарахаться! Да! И вегетарианство, и сыроедение, и голодание, и йога обладают своими отличительными оздоравливающими воздействиями! Вот так! Их надо просто-напросто применять, и при этом не говорить вот, то-то, то-то, вот-то, то-то! То есть, я думаю, вы меня поняли! Поэтому поговорим, вот как я все это дело понял! Хотя в начале я тоже был такой воинствующий, оздоравливающий, там сыроед, все, что-то вот сказали, трупы, мупы, вы там поедаете! Вот это вот все на трупах, как бы сказать, подцепили человека! Вот это же убитые там животные, трупы! Вы трупоедством занимаетесь! Как это плохо! А вы знаете, существует мнение другое, что поедая чей-то труп, тем самым, тем самым, вы позволяете этому трупу продолжить свою эволюцию, свое развитие! То есть, вы в своем теле его, значит, вот эти все эти структуры, все эти элементы доводите, как бы сказать, до своего уровня развития! Вот такое есть мнение! Ну, нам не об этом, кто кого куда доводит, нам то! таким образом, таким образом, таким образом, важно, не вдаваясь в какие-то крайности, обеспечить себе, обеспечить себе здоровую жизнь! И на первом месте, на первом месте, это, конечно, у нас стоит сознание! Сознание, еще разок, сознание! Потому что, именно, сознание, из-за того, что в нем возникает, я бы так назвал, как на солнце, различные вспышки, флуктуации, разного рода выбросы, энергетические, которые потом влияют на жизнедеятельность на нашей планете Земля, а в данном случае, возмущение в сознании, сразу же сказывается на нашем теле, разобраться, в первую очередь, вот с этой вот областью. То есть, настроить сознание так, чтобы вы, в первую очередь, осознавали две вещи. Что сознание, то есть, сами вы можете как себя содержать здоровым состоянием, так же можете сделать себя и больным. Здоровое состояние, это слегка приподнятая радость, чтобы у вас было, чтобы вы учились радоваться. идете по этой слякоти и радуетесь, что вы еще идете, а не упали. Ловко маневрируетесь среди луж, как это интересно. Вот. И это обеспечивает протекание всех жизненных процессов на таком здоровом, хорошем уровне. То есть, вас, когда вы радуетесь, не сожалеете ни о чем, не укоряете особенность сами себя. то есть, ваш дружный организм клеток, из которого состоит ваше тело, находится в таком едином, хорошем состоянии. Как только человек начинает сам себя укорять или какие-то там проблему прокручивать внутри себя, все. Клетки начинают это чувствовать. Естественно, соответствующим образом они начинают и работать. Так. Значит, с сознанием. Очень хорошо, очень хорошо. Образно-волевые настрои. Образно-волевые настрои, чтобы вы так сами себе куда-то пошли. Ага. И вместо того, чтобы что-то там в голове у вас крутилось, какие-то мысли. Вы, сознание, сознание, это орган, который должен работать на вас. Вы должны его заставлять делать то, что надо. А именно, крутить энергию молодости. И более того, она же идет с глубины нашего сознания. Вот эта вся, будем говорить, структура строится. Оттуда, как бы сказать, насосать ее. Вытягивать, сосать ее оттуда, понимаете. На себя натягивает. Образ молодости, силы, красоты, здоровья. На себя. А не то, что я иду, а кто-то развелся, кто-то женился, как у Андрюшки Малахова, кто-то тут вот, чей-то сын, родители жили в свое удовольствие, нарожали детей, а эти дети начинают тут различные дележки вести. Ясно, с сознанием. Далее. Что я делаю? Вы видели, я встал, принял чайную ложечку семян пина, и я пошел, пошел для того, чтобы с помощью простого, естественного упражнения, которое называется ходьба, прокрутить жидкостные среды по своему организму. Кровь идет нормальненько, в любом случае. Вот. Ну, когда мы движемся, она еще лучше идет. А вот, что касается лимфы, она крутится по нашему организму намного, намного медленнее. И вот, естественный способ ходьба заставляет ее двигаться побыстрее. А это означает, что межклеточные жидкости пространства начинают очищаться побыстрее. То есть, там устраняется застой, устраняется застой разного рода. И не создается условие для того, чтобы что-то там, будем говорить, знаете, как бы сказать, превратилось в болотце. В этом болотце завелись какие-нибудь там ненужные микробы и не начали бы нас есть. есть. Вот. Это очень важно понимать и делать. Для чего это делаете. Плюс, когда вы начинаете двигаться, у вас опять-таки начинает вырабатываться энергия. То есть, движение, мускульное усилие запускает эндокринную систему, и систему обмена веществ, и гормональную систему, эндокринную, гормональную, это одно и то же, и иммунную систему. То есть, практически все системы у вас начинают работать. суставчики работают в результате естественных вот этих вот движений. Если суставчики не работают, они начинают терять свои нужные качества. Подвижность в них уменьшается, связка уменьшается, связка, смазка. И все, можно сказать, вот так вот взяли руку. Есть такой прием и держится, грубо говоря, месяца три, там, полгода подержали, и она у вас останется в таком положении, и высохнет. Ну, это говорит о якобы вашей там крепости духовной. Только зачем себя калечить, когда можно дух проявить совершенно иначе с пользой для себя и окружающей. Вот движения. Простые движения, чтобы они у вас были. Движения должны быть достаточные, физиологически полезные движения. это примерно примерно часа, наверное, если так по-хорошему, часа так три ходьбы было бы отлично. Ну, и лично я вот хожу, хожу час, вот, потом я хожу естественно в течение дня, ну, не так целенаправленно, а просто двигаюсь. А вот важно, чтобы целенаправленно хотя бы часок так опа и прошлись. то есть движения. Далее, что мы видим? Мы видим смену сезонов года. Смена сезонов года это тоже такое явление, которое накладывает на нас свое воздействие. И к этому воздействию надо вот вот светает и грубо говоря все паразиты, которые обитают в земле, на земле начинают активироваться. То есть период размножения паразита у нас идет в дождливые такие сезоны вот таяние. Это весна и это будет осень. естественно в это время у нас и накапливается в организме разного рода шлаки и когда происходит таяние вот это вот внешнее таяние, тем не менее сдвигает и то, что внутри у нас накопилось. Ну и сначала давайте про паразитов закончим, а потом придем к более другому. Так вот в это время желательно провести такую противопаразитарную профилактическую процедуру, почиститься. Чего там они не любят паразиты? они любят в первую очередь горечь и жгучий вкус. И вот как раз вы употребляете там такие травы типа полыни, типа допустим того же тмина, семян зиры, что я употребляю просто. Тмины я весь уже поел, и у меня кончились семена тмины, а вот зиры там было много, я ее приобрел. Действие примерно тоже самое. вот уже это способствует тому, что вы естественным образом, очень важно все соблюдать, естественно делать, вы протравливаете свой организм. Уже то, что могло развиться вас и причинить вам какой-то вред, не разовьется, уже вы останетесь более здоровыми. Вот. Противопаразитарная вещь хорошая. И плюс еще в течение, вообще в течение всего года нет-нет, маленькими курсами или просто так как в виде пищевой привычки, вы там употребляете какие-нибудь горечи или жгучие вкусы. Вот. Они помогают избавиться, избавляться, потому что заражение паразитами, увы, идет постоянно. на мир, он насыщен разного рода жизнью. Вот. Это вот и деревья растут, и травка, а под травкой клещи, а в травке разные червяки, и не все они, будем говорить, одинаково полезны для земли, для нас. Ясно. С противопаразитарным лечением немножечко так разобрались. Конечно, следует сказать, что способов такого лечения противопаразитарного огромное количество, и вы можете выбрать наиболее вам приемлемый. ну, я вот сказал то, что я в основном применяю такие простенькие вещи, без напряга. Потому, что все, что сделается с напрягом, требует какой-то специальной организации, это все начинает как-то надоедать, и человек это все бросает, уходит от этого. Дальше мы идем. Вот смена сезона года. то есть смена сезона года. Мы знаем, что бывает. Сезон года вот такой вот влажный, как сейчас. Это по индусской терминологии сезон слизи. Они называют его капха слизь. Так вот, этот сезон слизи, он увеличивает у нас телесную слизь. почему весной так распространены разного рода простудные заболевания, связанные с отходом слизи из легких. То есть, бронхолегочные заболевания, различные. В том числе, и ангины. Вот. То есть, этот период откладывает такое на нас воздействие. И вот, как раз, чтобы ему противостоять, противостоять, ну вот, существует в народе пост. Пост это исключение там, тех продуктов, которые как раз и вызывают повышенное образование слизи. Жирная, молочная, сладкая, кстати. Ну, некоторые считают, что мясное, я бы не сказал, что мясное там ведет к тому, что слизи образуют, но есть такие продукты. И, конечно, смешанное питание. Вот это вот, на какое-то время надо бы исключить, и организм сам потихонечку избавиться от от лишней слизи. То есть, у нас идут обменные процессы, что-то в организм выходит, что-то из него выходит, и если мы, допустим, той же слизи, тех же жиров начинаем ограничивать, то те излишки, которые накопились в нашем организме, они потихонечку исчезнут до нормального состояния. и тем самым вы профилактически избавитесь от простуд. А если этого не делать, а пытаться там лекарствами, ну, хорошего ничего не получается. Как простужались, так и будете простужаться, и плюс еще все эти лекарства будут на вас следить. разобрали мы вот этот случай, да, влияние сезона на воду, но это только один случай, а сезон года еще, это и жара, это еще и ветер, то есть, как бы сказать, сезон года может быть желчи, сезон года, значит, ветра, холод, подсохать. Ну, мы как-нибудь в другой раз до них доберемся. Так, а теперь следует поговорить еще о биоритмологии. Вот наступает весна. Весна это активность у нас опять-таки согласно теории восточной медицины, активность с дерева. Дерево это у нас связано с печенью с желчным пузырем, то есть, удачное время, когда это эти органы активны, эта система активна, и можно что-то профилактически сделать для того, чтобы ее там, допустим, нормализовать. Ну, в первую очередь, что можно сделать? Вспоминаем, печень имеет такую консистенцию типа фильтра, через нее проходит кровь, вот все там, что-то задерживается, что-то там идут какие-то биологические реакции по превращению одних веществ, другие, то есть, печень выполняет огромное количество функций, которые с возрастом, из-за того, что она засоряется, как бы сказать, ну, можно сказать, даже засыпает, теряет свою нужную активность, начинают угасать. Вот, можно, значит, все это почистить. что касается чисток, там есть огромное количество чисток, и вот здесь, как раз вот, сейчас самые благоприятные чистки, это март, апрель, месяц, самая печень в таком хорошем, мощном состоянии находится, значит, используются чистки. В первую очередь, это важно вызвать раздробление, рассасывание, превращение тех веществ, которые в печени собрались и спрессовались в текучее состояние. Вот, для этого как раз подходит разного рода душистые вещества, типа там, допустим, семян укропа, там, еще чего-то, на этом я бы писал, я сейчас, так, на вскидку, что я помню, то скажу, главное, душистые, фенхель, укроп, и еще там, допустим, какого-то там, то есть их, розетта самая, измельчают и принимают. И вот эти душистые вещества, поступая в желудочно-кишечный тракт, начиная за счет своей, будем говорить, душистой энергетики, они раздробляют и делают текучими, то, что у нас собралось в печени, в желчном пузыре, плюс своими фитонцидами, они, значит, могут и делают это, уничтожают какие-то колонии, микроорганизмы, которые могут у нас обитать вот в области кишечника. Потому что, когда человек чистит печень, он видит, что выходит какая-то теноподобная масса, помимо того, что эти белирубиновые камушки, ну, выходит еще вот какая-то вот такая слизь. Поэтому где-то дня три, а лучше где-то пять, вы пьете вот этот вот там три раза в день. Это вы можете, у меня, значит, в книжке «Полное очищение организма» или «Без очищения нет исцеления» на моем сайте Малахов Про, посмотреть этот рецепт. Именно чтобы там была вот предварительная подготовка. Она уже одна, способствует тому, что создает, будем говорить, хорошие вещи для здоровья. И после этого, только после этого, принимается оливковое масло с лимонным соком для того, чтобы вызвать мощный желчегонный эффект, который выражается в прослаблении. И вот это все вы увидите, что там у вас выйдет с печени. То есть, это очень хорошая такая оздоровительная профилактическая процедура, которая позволит держать все виды обмена веществ, которые совершаются в печени в прекрасном состоянии. Сразу лучше кожа, связки, мышцы, энергетика и прочее, прочее, прочее. Кстати, исчезают разного рода аллергии. Аллергия, это уже печень не может связывать те вещества, которые поступают в кровь, и не болтаясь по крови, начинают вызывать аллергии. Как только печень нормально вы почистите, для этого не один раз потребуется, там, почитаете раза два-три, то эта аллергия уходит. кстати, посмотрите целебную кулинарию про как раз Лену Василёк, которая рассказывала, что эта аллергия буквально таки могла перечеркнуть всю ее жизнь. А теперь эта певица выдает концерты и живет нормально. А так комплекс неполноценность из-за того, что кожа прыщавая и прочее, прочее. И на этом жизнь человека заканчивается. Он весь ушел в комплексе и толку никакого. Вот. И наконец-таки теперь обратимся к питанию. Важно в питании это обеспечить ту среду возле клеток, которая наиболее благоприятна для для ее жизнедеятельности. Вот. И здесь нам подойдет так, чтобы не заморачивать особо, очень простая пропорция. Мы берем примерно 50% своего питания, чтобы это были овощи, там фрукты, но большей части овощи, желательно листовые. Ну, это не обязательно, но тем не менее. Чтобы 50% овощей и фруктов. Какую пропорцию вы для себя выберете, это уже ваше дело. У каждого все там по-своему. Одни предпочитают корнеплоды сладкие, другие листовые овощи, такие мягкие, как салат, третьи там могут и капусту есть, и для них это все нормально будет. Так, так вот, половина съеденного в течение дня должны быть вот желательно овощные блюда. Пусть они будут даже тушеные, там. Тушить их надо так, чтобы они, знаете, были полу, так сказать, свежими и еще хрустели. Вот когда они хрустят, это будет то, что надо. С хрустенькой. То есть там нормально питательных веществ, там витаминов и прочее, прочее, прочее. Не забывайте о проросшем зерне. Вот тогда все это, ваше питание приобретет действительно нужную целебность. Я, например, проросшее зерно добавляю в первое блюдо и прекрасно горсточку добавил и ем. Отлично. Вот. А остальное, пусть это будут каши, пусть это будут какие-то там белки, к которым мы привыкли. Все у вас заработает нормальненько. Если... Это доброе здоровье. Если вы плохо там, что-то у вас переваривается в начале, значит, больше тушите или меньше пропорцию растительной пищи, а потом и будете увеличивать. То есть все это находится в ваших руках, в вашем видении. Я жена пенсии, поэтому тут что я могу, то я делаю. не знаю, это не в моих силах, что в моих силах, то это. А я ж на пенсии, я по стоку по скоку. Вы ж извините. вот люди думают, что я тут какой-то босс, что у меня тут и средства есть, и все там такое. И я могу все эти проблемы решать. Для грибной базы, для еще кого-то. Я ответил, что я на пенсии, особо ни с кем не общаюсь и не желаю общаться. Мне интересно заниматься своими делами. Своими делами. Вот. Ну, ладно. Была бы возможность, я бы, конечно, помог, но так как нет возможности. Что, что браться за то, что не в твоих силах. Так вот, и в оздоровлении то же самое. Надо браться за то, что ты можешь сам решить. Решить, будем говорить, с помощью минимальных затрат, усилий. Значит, питание мы так вот разобрали. Конечно, конечно, оно должно быть раздельным, да. Но раздельности начинаются там, вот, будем говорить, там, это сочетается с тем, это с тем сочетается. Но, когда вы начнете в одной трапезе употреблять половину съеденного, это у вас будут овощи в том или ином виде. А половина, значит, белки или углеводы, у вас как-то все само вот станет на свои места. Ну вот, пока на этом ограничимся, на этом питание. вот, и самое важное, что, если взять долгожители, они не сыроеды, они не мясоеды, не вегетарианцы, особо, все супер, которые там за 120 прожили, больше. они в основном пастухи, то есть, очень большое значение имеет это спокойное душевное состояние, среди природы, ходят там, это движение размеренное, постоянное, как-никак пастух должен там идти, свежий воздух, ну, и питание там имеет, конечно, какую-то там роль, ну, более-менее второстепенную. Ну, и вот, эти люди живут такие большие сроки. Ну, опять-таки, тогда встает вопрос, вот, вопрос каждого человека, а стоит ли так жить, уединившись там, пастухом, это уже каждый решает сам. Важно, я считаю, а, вы знаете, в любом случае, я считаю или не считаю, вот мы живем, живем, и несмотря на то, чем бы мы не занимались, инженеры там, дворники, плотники там, землекопы и так далее, мы общаемся, общаемся в коллективе, общаемся с семьей, общаемся с обществом, и у нас идет идет, идет вот в результате этого общения, какое-то развитие, какие-то мы делаем выводы, что-то из этого всего извлекаем, накапливаем опыт, и в итоге как-то меняемся. Одни могут меняться в лучшую сторону, понимать жизнь, и чем не дальше живут, тем, допустим, больше радуются, а другие, наоборот, озлобляются, что вот жизнь такая несправедливая штука, вот так вот она поступает, вот тут она делает, вот поэтому хотим этого, не хотим, идет наш личностный рост, если его осознавать, он будет идти, допустим, более целенаправленно и лучше, если не осознавать, плыть по течению, значит будет то, что будет, человек не понимает, что за процессы идут, куда он стрял, почему такое случается, ну вот, вот на этом можно нашу беседу и закончить, как раз я уже прошел самим видом по свежему воздуху, набрал нужное количество движений, согласно предложенному мне часами активности, ну и еще сделаю кружок, другой